Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Омаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Омаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня в 9.00 по GMT мы ждем статистику из Европы. Это отчет бизнес-оптимизма ИФА. Признаю, что он не такой объективный, конечно же, и качественный, как отчет от бизнес-оптимизма Зью, но все-таки тоже релиз, который дает определенное представление о состоянии немецкой экономики. Нам сейчас важно вникать в макроэкономическую конъюнтуру еврозоны, потому что мы с некоторых пор активно радеем за идею роста европейской валюты и ждем тестирования пары евро-доллар, сопротивление такого психологического 1.10. Вполне возможно, друзья, что сегодня после выхода указанного отчета евро получит дополнительный буст и приблизится к данному целевому ориентиру. Более важное событие сегодняшнего дня это заседание канадского регулятора. Оно состоится в 15.00 по GMT. Спустя час после этого пройдет пресс-конференция руководства канадского регулятора. За канадским долларом мы также следим. Пара доллар-канадец в нашем портфеле. Ее мы активно шарти, потому что покупаем канадский доллар. В расчете на то, что сегодня Банк Канады не разочарует нас, тех, кто так долго ждет соответствующего решения о росте ключевой процентной ставки, а вкупе еще и с сохранением позитивной бычей динамики на рынке углеводородов, у Канадса будет, конечно же, весомое фундаментальное основание, чтобы и дальше теснить позиции американского конкурента. Сейчас пара доллар-канадец котируется на отметке 1.3353. Мы по-прежнему ориентируемся на цель 1.32. Это 150 пунктов с текущих уровней. Но если вам нужны более долгосрочные ожидания, то, к примеру, аналитики ING считают, что пара доллар-канадец уже начала движение к поддержке 1.30. Сити разделяют точно такую же позицию и полагают, что пара может просесть еще на 300-350 пунктов. Нам, конечно же, сейчас на текущем этапе нужен более скромный ориентир, поэтому давайте визуализировать. Ждем сегодняшнего решения по ставке. Ее повышение на 25 байсных пунктов с 4.25 до 4.5%. И на этом фоне канадская валюта вполне может укрепиться. Что касается евро, напомню, что европейскую валюту мы расцениваем сейчас как одного из самых, наверное, упертых таких кандидатов на сохранение бычьей динамики. 100 пунктов остается до сопротивления 1.10. И рост евро по-прежнему опирается на комментарии представителей Европейского Центрального Банка. Причем это не просто какие-то рядовые экономисты, это члены Совета Управляющих Европейского Центрального Банка. Ранее были на доводском форуме высказывания главы Банка Франции Франца Вильра, а также главы Банка Нидерландов класса Кнота, которые поддержали идею того, что нужно ставку повышать и активно на 50 байсных пунктов, что в феврале, что в марте. Последний опрос Рейтерс показывает, что вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов в феврале со стороны Европейского Центрального Банка в районе 90% и чуть ниже вероятность того, что ставку поднимут настолько уже в марте. Но мне кажется, что забегая вперед и оценивая перспективу повышения ставки в марте в виде показателя вероятности выше 80%, это тоже уже фактически принято решение. Высокие темпы повышения ставки Европейским Центральным Банком – это хорошее основание для роста европейской валюты. Не разочаровала, кстати, и статистика вчерашняя. Если оценить общий показатель активности в промышленном секторе сферы услуг Еврозоны, то расстановка следующая. ПМА производственного сектора вырос со 47,8 до 48,8. Сфера услуг скакнулась с 52,2 до 57,8. По Германии немножко подвел промышленный сектор, а фактическая цифра 47, снижение со 47,1. Но сфера услуг реабилитировала промышленность, потому что здесь скачок со 49,2 до 54. Это максимальное значение за последние 7 месяцев. И глядя на эту статистику, прям хочется поверить, что Еврозона смогла миновать угрозу рецессии серьезного экономического спада. Но расслабляться, друзья, ни в коем случае не нужно. Это не значит, что евро после теста отметки 1,10 полетит дальше к уровню 1,15. Все может измениться, если покупатели вернутся в доллар в свете решения уже американского регулятора по росту процентной ставки. Поэтому особо мы, конечно же, иллюзий никаких не питаем. Но я сторонник того, что европейская валюта все же, если уйдет на максимумы выше уровня 1,10, то это произойдет после какой-то затяжной коррекции. Поэтому сейчас краткосрочное ожидание того, что евро доберется до уровня 1,10. И смотрим, собственно, за отработкой этой идеи. Что касается американской валюты. 101,65 индекс доллара. Вчерашний блок данных PMI производственного сектора цифры неплохие, если сравнивать с показателями двухмесячной давности. Рост был как в промышленности, так и в сфере услуг. Но повторю, что дальнейшая динамика доллара будет напрямую зависеть от итогов заседания американского регулятора, который состоится 31 января и 1 февраля. Ждем это событие. Я полагаю, что вот где-то сейчас индекс доллара уже в районе своих локальных минимумов. И ему точно нужна коррекция. Ему точно нужен отскок, ну хотя бы выше 105 пунктов. И вполне возможно, это произойдет уже в начале февраля. Золото 1930, цель 1950. Смотрим на индекс треничных настроений. Он не меняется. Ростановка сил в пользу того, чтобы этот актив рос. Ростановка сил, я имею в виду, действия большинства и меньшинства продавцов и покупателей. 65% трейдеров золота шарти, 35% покупает. Рынок нефти 86,45. Здесь нам нужна обновленная статистика по пассажиропотоку, туристическому потоку и автомобильному трафику. Я думаю, что будет она где-то через пару недель. Но судя по первым данным, мы наблюдаем сейчас активное движение, опять же, китайцев после открытия границы и смягчения ковидных ограничений. И это способствует более высокому потреблению углеводородов. Пока что другие причины не хочется брать за основу трейдинга нефтью, потому что Китай непременно останется основным катализатором более высокого спроса на углеводороды. Напоминаю, последние оценки от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok